Привет! Как дела? Сегодня я расскажу о том, как я на выходные летала в Прагу из Лондона в октябре 2017 года. Всё началось с того, что я ещё задолго до жизни в Лондоне получила от брата вот такой вот подарок, где было написано «Прага». Это он мне привёз из своей первой поездки в Лондон. Он летел транзитом через Прагу и целый день, дожидаясь своего самолёта, он провёл в Праге. То есть он мог выехать в центр города, погулять там и вернуться обратно в аэропорт и полететь уже в Лондон. И вот такой вот сувенир ещё в Тольятти стоял на моём пианино. Мне очень нравился этот замок, я представляла что-то такое романтическое. И так как я люблю готику, я как-то пообещала себе, что когда-нибудь я побываю там. И вот этот день настал в октябре 2017 года, когда я уже окончила свой первый университет в Лондоне. У меня была европейская туристическая виза, оформленная ещё в апреле, по-моему. Я ездила в Голландию, потом летала с подругой в Испанию на Майорку. О Майорке я вам уже рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике. И так вот на выходные решила слетать таки в Прагу, так как билеты на лоукостер были дешёвые. 97 евро, по-моему, я потратила на них. Отель тоже забронировала дешёвый. И полетела. В субботу 7 октября 2017 года я села на самолёт Ryanair. И уже в 11 часов я была в аэропорту Праги. Меня встретил трансфер, который я заказала через авиакомпанию, заплатив там, по-моему, 10 евро за встречу и 10 евро в аэропорт обратно. Ну, меня встретило такси. И я поехала в свой отель. Такси было люксовое, какой-то Мерседес. И из окна автомобиля я уже начала рассматривать Прагу, что-то даже снимала. Приехала в отель, заселилась, точнее, наверное, отбросила сумки, так как это было ранним утром. Заселение, наверное, часа в 2-3 было. И пошла гулять по городу. Но что я могу сказать? Я сильно разочаровалась в этом городе. Конечно же, мои представления и ожидания не совпали с реальностью. И в итоге я столкнулась со многими проблемами, часть из которых зависела конкретно от меня. Я не прогуглила, не посмотрела предварительно, куда сходить, что посмотреть. Также в середине дня я узнала, что, оказывается, в Чехии можно расплачиваться только чешскими кронами. Даже евро не везде принимают. Это вроде бы европейская страна, но вот у них осталась своя валюта. А я поменяла свои фунты только на евро специально для этой поездки. И двойной тариф за обмен мне не хотелось платить. Поэтому я, в принципе, ничего не покупала. И никуда не ходила ни в какие платные музеи. А музеи там практически все платные. Итак, я вышла из своего хостела. Это даже был не отель, а хостел. Я сняла первые сутки за 7-8 евро кровать в, по-моему, 10-ти местном хостеле смешанном. И мужчины, и женщины. Но, насколько я помню, я пришла первая со своей прогулки уже под вечер, там, часов 9. Никого еще не было. Просто заняла первую койку и бухнулась спать. На вторые сутки я специально забронировала отдельный номер с двухспальной кроватью. Потому что знала, что на второй день я уже устану ходить по городу. У меня будут болеть ноги. И даже я, по-моему, двухспальную кровать заказала, чтобы вот так раскинуться. И хорошенечко отдохнуть. Прежде чем поехать в аэропорт. Всего я ездила на 2 дня. Но так получилось, что вылетала я на третий день. Поэтому вторую ночь мне также пришлось провести в отеле. И я хотела хорошенечко отдохнуть перед вылетом обратно в Лондон. Так как потом мне сразу же в понедельник надо было начинать работать. Но об этом попозже, как я летела обратно. В общем, каждый день у меня встречались какие-то камни преткновения на моем пути. И все что-то не ладилось. Выйдя из отеля, я направилась в центр города посмотреть конкретно вот этот вот красивейший собор, который был изображен на моем сувенире, благодаря чему я, в принципе, и попала в Прагу. Дошла до ближайшего моста. И оттуда открывался красивый вид на этот собор. Я начала его фотографировать. Ко мне подошли какие-то тоже туристы. Предложили сфотографировать меня на его фоне. Я потом их сфотографировала. В итоге оказалось, что фотография на его фоне засвеченная. Мой силуэт только виден. В общем, люди не умели фотографировать. Но и камера была профессиональная. Я в этот раз брала свою профессиональную камеру. Там надо линзы уметь оперировать. И вообще даже у меня многие снимки получились не очень. Фокус размазанный. Потому что линза сферическая. В общем, она специально для фильма сделана для того, чтобы сзади было размазано. Ну, в общем, такая кинематографическая линза была. Часть фотографий у меня были тоже размазаны. В общем, я расстроилась. Сразу же с первой фотографии у меня дело не заладилось. Потом я начала многое снимать на свой телефон. В общем, тоже какие-то фотографии все были размазаны. Но там то дождь слил, то солнышко выходило. В первый день вроде бы солнце было, а во второй тоже было пасмурно. И как-то и камера на телефоне плохо снимала, и камера профессиональная. Что-то у меня не ладилось с техникой в этой поездке. Надо было брать свою привычную репортерскую камеру. И все бы было отлично. Ну, также многое я старалась снять на видео. Как можно больше. И в итоге пошла вот туда, вот через Карлов мост. Даже, по-моему, в музей зашла, посмотрела что-то. Ну, в общем, зашла на этот мост. Он тоже красивый, конечно же. Сколько там всяких скульптур. Все это пофотографировала. Торопиться мне было некуда. Поэтому шла и просто наслаждалась, старалась наслаждаться городом. В итоге вышла на какую-то площадь, и там шли трамваи. Ну, я ходила по карте. Где-то взяла то ли в хостеле, то ли в аэропорту карту с основными достопримечательностями. И ходила, рассматривала эти достопримечательности от пункта к пункту. И вот одну фотографию, очень удачную, у меня получилось сфотографировать трамвай на фоне ярко освещенного желтого здания. Освещенного солнцем на фоне темного неба. Ну, в общем, как-то яркая она такая, какая-то вкусная такая получилась. И дальше пошла уже в направлении этого собора подниматься вверх на гору. Он находится на горе. И пока шла, уже хотелось есть. Я зашла в какой-то трактир. Решила заказать себе харчо. И вот именно там я узнала, что, оказывается, в Чехии очень редко, где можно расплатиться евро. Надо было оплатить счет кронами. У меня их не было. И я как-то растерялась, не знала, что делать. А там так получилось, что обслуживал меня официант на английском языке. Я говорю, можно мне расплатиться картой? Человек не понял меня. Я стала говорить что-то по-русски. Ну, типа, блин, что же мне теперь делать? И в итоге мы перешли на русский. И получилось так, что я просто расплатилась картой. Конечно, за счет того, что там происходил с фунтов на чешские кроны обмен, мне еще пришел потом счет, ну, где-то на один или два фунта плюсом. Ну, ладно, проехали. То есть я поняла, что в Чехии ничего не купить за евро. Ну, или была у меня еще одна экскурсия водная. Я заказала на второй день водную экскурсию на корабликах по реке. Вот там, я говорю, у меня нет крон. Могу я расплатиться евро? И мне сказали, да, конечно. То есть для туристов какие-то достопримечательности и развлечения можно оплатить в евро. Но в основном везде надо будет рассчитываться в чешских кронах, будь то магазины или рестораны. Так что имейте в виду, если кто-то когда-то поедет в Прагу, в Чехию. Дойдя до этого красивейшего готического собора, многие, кто смотрит мой канал, уже знают, что я обожаю готику. Я узнала, что этот собор называется Собор Святого Вита. Зашла внутрь, посмотрела вот эти сводчатые арки. Обалдела от игры цветом вот этого вот разноцветного калейдоскопа витражных стекол. Сфотографировала розетку, шпили. В общем, абсолютно все, что можно было, пофотографировала. Но, к сожалению, опять же-таки многие фотографии размазанные получились. И уже пошла в другую сторону. Решила перейти по следующему мосту через реку, спускаться вниз через Рудольфиню. Какая-то достопримечательность, по-моему, концертный зал. И увидела много интересных растений. Даже виноград там рос. Вернулась в отель, заселилась и вот уже как раз легла спать. К сожалению, в эту поездку я надела свои новые ботинки, которые в Примарке купила. Я люблю белые ботинки. И так как не было моего размера, я всегда беру на размер больше, я взяла свой собственный размер, который впритык. И, естественно, уже после первого дня натерла ноги. На второй день ходить было очень тяжело. У меня терли мозоли и уже даже проступала кровь сквозь мои белоснежные ботиночки. В итоге домой я приехала с полностью стертыми мизинцами. Но ходила героически и очень много по городу на второй день. Итак, второй день я начала с дома интересной такой архитектуры, который я заметила еще, пока ехала в такси. Это танцующий дом. Он находится в устье другого моста. Я перешла дорогу на этот мост, чтобы с моста пофотографировать. И увидела там русских, фотографирующихся с российским флагом. Пофотографировала дом и пошла еще дальше вдоль по реке к ботаническому саду. Ну, я видела, что там находится большой парк. Очень много интересных растений я там поснимала. И узнала, что это ботанический сад Карлового университета. На самом деле, через этот сад я шла в направлении базилики святого Петра и Павла. Мне, опять же таки, готический стиль. Надо было увидеть этот костер. И так получилось, что мой маршрут пролегал через этот сад. Ну, я и решила там немножечко посидеть, погулять, отдохнуть душой. Очень приятно было ходить по такому парку, разглядывать растения, что-то интересное, новенькое для себя узнала. И дальше пошла через какой-то советский район. Вот прямо шла и чувствовала себя в СССР. Потому что посередине дороги были нитки трамваев таких древних. И потом по сторонам, ну, что-то застройка напоминала советскую застройку. И магазины там были написаны. Трикотаж, мода. Вот из той эпохи еще. У нас уже такого давно нет. Ну, хотя, может быть, в каких-то маленьких городах, может, еще что-то осталось. Но в столицах, в Санкт-Петербурге или в Москве такого я не видела уже очень давно. В общем, как-то навеяло Советским Союзом. Мне очень понравилось почему-то. Ну, я была маленькая, когда еще в Советском Союзе жила. Поэтому для меня детство было, наверное, можно сказать, счастливым. Кто-то не любит ту эпоху. А мне нравилось жить в Советском Союзе. В итоге дошла я до этого собора. Сфотографировалась на фоне него. Вот мои ботинки как раз. Посидела я на лавочке рядом с этим собором. Что-то перекусило. У меня было с собой какой-то сухой паек. И направилась обратно уже в центр города. Вышла на большую такую площадь. Ну, чувствуется, что там бизнес-центры в основном находятся. Даже Сбербанк я нашла. Какие-то современные скульптуры стояли на клумбах в центре этой площади. Пошел дождик. Я уже под зонтиком стала ходить, рассматривать. И там нашла еще тоже древний доисторический трамвай. И внутри были нарисованы картинки. Как будто там люди едут в трамвай. На самом деле это кафе. В общем, что-то такое вот интересненькое. Я всегда люблю находить и снимать. И постепенно направилась опять к Карлову мосту. По пути вышла на интересную тоже такую разноцветную площадь. Под названием Старомесская площадь. Там я тоже все это пофотографировала. Всю эту красоту. Очень красивые фасады, здания разрисованные. С лепкой, с чугунным оформлением. Ну и также на этой площади я увидела украинский протест. Прага-Майдан написано. В общем, была в шоке от этого. Какие-то там фотографии очень страшные были прикреплены. История напридуманная. Честно говоря, я просто... Ну реально, вот от того, как преподносили украинцы историю, была в шоке. А пошла я как раз-таки вот на этот кораблик. Уже время подходило моей экскурсии. И я поплыла по реке с экскурсии. Нам рассказывали про здания, про историю города. Ну так как был дождь, все сидели внутри. А мне хотелось побольше пофотографировать природу, все достопримечательности, все, что вокруг по реке я увижу. Я вышла на палубу под ливнем. Фотографировала сама себя, надела на себя такой бант. Шарфик сняла с себя, надела бантиком, завязала на голове, стала делать селфи. Люди на меня смотрели, может, завидовали, может, говорили сумасшедшее. Ну, в общем, мне было интересно самой кататься на теплоходе, на верхней палубе под дождем. Ну, я с зонтиком была, мне чего. Из Лондона приехала, мне не страшен дождь. Вот. Интересный был маршрут. Через такой шлюз, мы достаточно долго ждали, ну, недолго, минут пять, пока нам его откроют. Вода опустится, мы поедем. В общем, интересно засняла тоже. Доехали до какого-то двойного моста, где ходили машины, поезда и развернулись, поехали обратно. То есть, экскурсия составляла где-то около часу. Потом я вернулась на эту Староместскую площадь, я там присмотрела для себя интересное кафе или ресторан, зашла и заказала борщ с помпушками. Дороговато, конечно, получилось, по-моему, фунтов 15 я отдала, но приятно удивлена была и интерьером, и вкусом. После чего я уже через какие-то внутренние дворы дошла до своего хостела, и там у меня начались опять разборки. Мне дали номер одноместный, тот же самый номер, где я ночевала, с теми же десятью кроватями двухэтажными, и я там могла расположиться, где хотела, и мне сказали, никто туда больше не придет. То есть, вот он, одноместный номер, тот же самый номер. А я-то хотела номер с двухспальной кроватью, я такой бронировала. В общем, начала разбираться, говорила, что так не пойдет. Я заплатила в три раза больше за тот же самый номер, за ту же самую кровать узкую. В общем, в итоге мне дали номер с двумя просто кроватями соединенными, и вот в этом номере я и уснула до, наверное, где-то четырех или пяти утра. Так как в 6.40 у меня уже был самолет, мне надо было выехать рано, трансфер не приехал вовремя, и я думала, все, я попала. Ну, придется лететь другим рейсом, покупать другой билет и так далее. В общем, ругаться со всеми. Но через 5-10 минут ожидания наконец-то приехала моя машина. Я села в такси и направилась в аэропорт и нормально улетела в Лондон. Но в Лондоне меня опять ждали неприятности. Из последних сил я доковыляла до дома в надежде, что сейчас сниму свои тесные ботинки и завалюсь спать. До вечера, когда семья придет, я уже буду в рабочем состоянии, накормлю детей со школы и там что-нибудь где-нибудь поубираюсь. Каково же было мое удивление, что моя дверь, единственные ключи, от которой я взяла, была заперта изнутри на крючок. То есть я не смогла попасть к себе, а тот ключ от главной двери, он был тяжелый, большой такой, я его не стала брать с собой в праку, чтобы не возить лишний груз на себе. В итоге я стояла у двери у себя и не знала, что делать. У меня просто настолько уже болела голова от боли стертых ног, что я думала, боже мой, я даже не знаю, куда идти, но даже если я дойду до дома, где с собаками, я гуляла, выгуливала собак, я знала, что там есть хаускипер, в общем, ну, она бы меня пустила хотя бы чаю попить, да, в туалет сходить, я еще в туалет хотела. В общем, из последних сил я доползла до того дома, минут 20 туда идти. Хаускипер меня пустила, конечно, хозяйку и хозяина я не предупреждала, что я к ним в гости приду, никого не было дома, и хаускипер сказала, проходи и сиди, если хочешь тут. Надо было дождаться, когда дети придут со школы, чтобы я смогла попасть в дом, в котором я работала в качестве няни. Я спросила у нее, свободна ли моя комната на верхнем этаже, ну, та комната, где я жила когда-то в этом доме с собаками, и она сказала, да, иди, можешь, если хочешь, подремать там. Я говорю, если можно, пожалуйста. Я без ног, я очень устала, ночной перелет, ноги стерла в кровь. Она говорит, да, да, конечно. Ну, в общем, я немножко подремала, слышу, собаки внизу загавкали, в итоге оказалось, что пришла хозяйка, и дальше я уже не знала, как сбежать, потому что хозяйка осталась уже до вечера, уже дома. А хаускипер ко мне пришла, говорит, ну, ты не переживай, она сидит на кухне, внизу пьет чай, сейчас, говорит, я тебе принесу твою одежду. Ну, это уже был после обеденный такой период времени, там часа три-четыре, как раз уже дети должны были вернуться домой. В общем, я вышла со второго этажа, хозяйка сидела на нижнем этаже, на цокольном, и вот так вот незамеченно и смылась из дома. То есть, хорошо, что у меня были запасные пути и дорожки, куда я могла дойти, и какое-то место у меня было, где я могла немножечко подремать и даже покушать. Вот таким было моё путешествие в Прагу. Не сказала бы я, что очень довольна и счастлива. Может быть, когда-нибудь в другой раз будет другая ситуация, и мне понравится этот город, но вот, к сожалению, наверное, это единственный такой мой тур был, когда я осталась не то что недовольна, но не впечатлена, так скажем. этим путешествием, и в принципе, слава богу, что оно было не таким дорогим. В общей сложности я потратила где-то 100 евро на самолёт, ну, 20 евро, допустим, на трансфер, то есть на такси туда и обратно, на хостел я потратила 50 евро, ну, и так, где-то покушала и экскурсию заказала. В общей сложности где-то было 200 евро за два дня. Вот такая вот история приключилась со мной в Праге. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok